На этом сайте можно посмотреть панорамы России при надежде не и другие страны в будущем. Чё, блядь? А! Образно говоря, окей. Взгляните на мир будущего глазами футурологов. А, это реклама антивируса. Тьфу, блядь. Москва. А, а можно 2050 год? Подожди. Ох, ебать. Ёб твою нахуй. А Путин всё ещё тоже тут сидит где-то? Что это, блядь? Умные машины сделают человечество глупее. Да куда ещё глупее, блядь? Чё, гонишь? Как тогда это человечество глупое построит вот это всё, что мы тут видим? Это нихера себе там Бурж-Халифа, блядь, переедет в Москву. Пиздец. О, купол из Лас-Вегаса в Москву перетащат. Та ты шо? Техно-Шмара. Техно-Ашрам. Чё, блядь? Ой. Отойди ты нахуй. Это чё такое? Квадрокоптер-такси. Космические мусорщики очищают пространство вокруг планеты. Нихуя. А это чё за хрень тут? Блядь, опять купол. Вон купол. Везде купола какие-то стоят. Нейроморфный чиновник. Что? Технологии перешагнут сегодняшние ограничения. В моду входят нейроморфные компьютеры, работающие по принципу биологического мозга. Чё, блядь, хуйня какая-то? Дичь вообще. Киев, посмотри. А вы думаете, тут будет, да? Парящий отель. Реклама из космоса. Жа... Жареное солнце большого города? О, отель Украина, кстати. Так. Окей, как вернуться к планете? Где Америка? О! Что-то хуйня какая-то, если честно. Бездушная. Мне не нравится. Мне такое не нравится. Мне нравится то, что сейчас. Это чё, жопа, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там жопа была. Чё за хрень? Пиздец, куда меня телепортировало, блядь? Это Таймсквер так выглядит. Единая мировая валюта. Да ты шо, серьёзно? Доллар? Блядь, если реально в будущем будут такие машины, то... Извините, конечно, но это какая-то хуета. Ну шо это за крикозябри? Что это, блядь, такое? Это ж дичь. Ладно, ещё вот это выглядит прикольно, да? Там некоторые страны без флага. Я не знаю, тот, кто разрабатывал эту планету здесь, на этом сайте, конечно, криворукий. Это просто пиздец. Обувь стала вечной полусинтетический состав, способный к самовосстановлению в течение нескольких часов. Лишь одна из возможностей применения открытия свойств протоклеток. Смешав несколько видов протоклеток, производители стали получать материалы с необычными свойствами, которые они использовали, например, для изготовления 3D-кроссовок. Такая обувь никогда не изнашивается, ведь каждую ночь клетки восстанавливаются, когда вы ставите обувь на подзарядку, блядь. Кроссовки в точности повторяют форму ноги и напоминают вторую кожу, а в процессе бега реагируют на силу давления и особенности рельефа и обеспечивают полноценную амортизацию. Тогда, ну это ж бред. Тогда получается, что все эти компании, блядь, продающие бренды, точнее продающие обувь, они разорятся. Люди купят один раз и больше не будут, да? Ну или будут покупать, конечно, другие виды кроссовок, но намного реже. Потому что обувь не изнашивается, они купили и ходят в ней там кучу лет. Купили другую, там третью, все, три штуки купили и этого достаточно будет человеку. Три разных кроссовка. Так наоборот же, это не выгодно. Ну, по крайней мере, производителям не выгодно. Реально. По подписке. Подписка, блядь, ну отлично, подписка на обувь, да ебаная жопа. Подписка на обувь. 3D закусочные. Звучит как хуйня. Все по подписке будет, короче, по итогу, блядь. Не, мне Нью-Йорк не нравится, мне не нравится, вообще. Хуета. Я не хочу, чтобы так было. Реально. Мир будет использовать единую валюту, чтобы зарабатывать и тратить ее. Достаточно будет одного идентификационного чипа, вживляемого при рождении. Такой чип будет представлять собой как форму идентификации, так и способ распоряжения денежными средствами. Без этого импланта нельзя будет что-либо продать. А, ну то есть будет контроль над всем населением, вот, тотальный контроль над деньгами, то есть вообще буквально, можно сказать, чипирование. Вот, то есть не будет налички, от налички избавиться. Будут контролировать каждый ваш перевод туда или куда-то еще. Покупки все будут совершаться открыто, то есть за вами будет следить правительство, мировое правительство. Вас будут контролировать полностью. Ура, а вы и не против, да? Вы и хотите, чтобы за вами следили, на что вы деньги тратите, сколько, куда, зачем и почему. Не, это и хорошо, это, конечно, и свои плюсы тоже дает. То есть, там, террористы пососут. Вот, хотя они найдут обходные пути, в любом случае, так или иначе, человечество, конечно, находит обходные пути. И террористы найдут свои пути, скажем так, определенные, через которые они смогут что-то покупать, оружие и так далее. А вот мы-то с вами будем под куполом сидеть, понимаете? Террористы найдут, как обойти хуйню это все. А мы-то с вами будем под колпаком, ребята. У нас-то будут, соответственно, проблемы. Вот. Гоу Дубай. Да Дубай сейчас выглядит, как то, что нам показывали в Нью-Йорке. О! О, блядь. Не, ну мало чем. О, я, кстати, был здесь, вот здесь, прямо в этом месте, вот тут. О, блядь. Не, ну вот в это верится. Вот то, что Дубай так может выглядеть в будущем, частично. Это реально так. Это реально так. Это реально так. Авиаперелеты в тесноте, зато дешево. Самый глубокий в мире судоходный канал. Проект Амбассадор Сити. На 139 стран полностью перешли на безопасную энергетику. Левитирующая архитектура. Морские вертикальные фермы в Дубае. А Бурж-Халифа где? А-а-а-а-а-а. Вон она стоит. Вот она. Ну, тут есть уж и вот такая вот тема. Какая-то непонятная тоже, высокая. Да Да Интересно Школа будущего? Ну-ка, школьники Давайте Уроки, домашние задания, оценки Все это уже в далеком прошлом Теперь пространство школы это место, где можно интересно и креативно провести время И пообщаться со сверстниками Наконец, сбылась мечта всех школьников предыдущих поколений Обучение по многим дисциплинам Уже давно осуществляется дистанционно Поэтому получать новые сведения По физике или биологии можно сидя под деревом В парке или чистя зубы в ванной Акцент образования Сместился с получения и проверки Конкретных знаний на обретение Навыка мыслить, решать Многоуровневые задачи и создавать Инновации А для умения взаимодействовать и работать в команде Создаются исследовательские группы школьников Перед которым ставится конкретная задача Например, создать модель червяка В виртуальной реальности И тут не столько важен результат, сколько сам процесс Ну-ка, чё? Нормально Пизда поколению? Серьезно, вы считаете, что То образование в том виде, в котором оно есть сейчас Оно в лучшем виде? То есть лучше быть уже не может И то, что вы сейчас услышали Это плохо Окей Так А шо так мало здесь? А где же Так давайте вот это вот Становление Африки Охуеть Тут даже нельзя посмотреть Понятно, пока Обидно, да? Япония Токио Фу Да сука! Тоже нельзя Идиоты, блядь Да пара... Да мне... Я не хочу читать Мне лень Я не люблю читать Мне похуй Я дебил Шанхай Но вот Шанхай Точно должен быть Опа Ёпани сир Еда Вариант для ленивых Но бесстрашных Что? Это пиздец Это Вообще Универсальный Базовый доход Что? Ну-ка, че за база? Китай становится Одной из первых стран Успешно внедривших Обязательно универсальный Базовый доход Для большинства Всевых граждан Программа УБД А че не ЧБД Спонсируется Преимущественно За счет Обложения налогами Части доходов Предприятий Получаемый за счет Производственной Сельскохозяйственной Или иной Коммерческой автоматизации Фонды УБД Проходят через Управляемые Инвестиционные счета Для управления Для увеличения Точнее Прироста капитала Через 20 лет Передаются Гражданам Программа Запустится в 2030 И первые Непрерывные выплаты УБД Станут доступны В 50-х годах УБД будет Распределяться Между гражданами В зависимости От социального рейтинга И от того Насколько Автоматизация Влияет на их Перспективы Найма Хуета Пандемия В 2050-м году Искусственный интеллект Проникает во многие Сферы жизни Расширит возможности Человека И изменит мир К лучшему Более чем 20% Выселения земли Будут Имплантированы Чипы Для улучшения Умственных И физических Способностей Отслеживания Состояния здоровья И даже управления Наноработами Или роботами Нанороботами Работами В кровеносной системе Ура Чипирование В результате Следующая пандемия Будет вызвана Не биологическим А компьютерным Вирусом Та ебаный Вот блять То есть теперь Мы будем болеть Не коронавирусом Мы будем болеть Трояном Прикинь Ты в школу приходишь Такой пацаны Трояном заразился Ебать Поэтому вы не обращайте Внимание Если я иногда буду Как свинюшка Вот так вот Звук издавать Когда знаете Типа Антивирус Касперский Обнаруживает Троян Он издает Звук свиньи Типа Вот Поэтому да Типа Ребят Не обращайте Внимание У меня поведение Сегодня странное Я Троян Подхватил Они такие О блять Не подходи А то нас тоже Заразишь Ты что Не обновился Что ли Да блять Я вчера Пытался апдейт Сделать Своего мозга А у меня Интернет Не работает Блять И в итоге Ошибка вылезла И пиздец Подхватил Ну вот сегодня Апдейт сделаю Блять Вот к вайфаю Школа подключил Сейчас обновлюсь Да и собственно говоря Удалю нахуй Этот вирус Пиздец А ведь реально Мощный вирус Будет быстро Распространяться Через облако И подвергнет Опасности Все интерфейсы Взаимодействия И Компьютера И человека А телевизорные программы Не смогут защитить Носителей Вирус Нанесет Серьезный вред Здоровью И приведет К смерти Огромного количества Людей То есть Это Это пишут Это пишет Сам Касперский То есть Он как бы На будущее Говорит Я не справлюсь Со своей работой Поэтому Из-за меня Умрет много людей О Блять Ладно Молодцы конечно Ну хотя бы честно Сказали Ну значит Не буду пользоваться Касперским Уля А что за еда Для тех Кто не хочет Заморачиваться С приготовлением еды И считает это Пустой тратой времени Появляется Альтернативный Вариант питания Под кожу Имплантируются Одноклеточные И Фотосинтезирующие Водоросли Симбионты Которые создают Большую Или большую часть Необходимых Для человека Питательных Веществ И поскольку Тепло Люди вырабатывают Независимо от Времени года И температуры На улице Они могут Круглый год Выращивать еду Для себя Под собственной Кожей Сам себе Ферма И ресторан Да еще и Без лишних хлопот А это больно? Ну прикинь у тебя Под кожей Растет какая-то Хрень Так Так это Хуйня Какая-то Дом Город Такое Кстати уже Есть в Китае В Китае Есть дом Огромный В котором Живет по-моему 30 тысяч Человек А в этом Доме Все Типа По сути Тоже там Магазины Спортзалы Собственно Все что нужно Для того Чтобы там жить Мы же Видео Смотрели Вроде Нет Об этом Доме 30 тысяч Человек Там живет Мы смотрели Видео Да Именно в Китае Не в Америке Где есть Типа Город Забытый Людьми Очень далеко И там люди Вынуждены Жить Нет В Китае В нормальном Обычном Городе Есть здоровый Дом Где живет 30 тысяч Человек Походу Мы не смотрели Да Блять Не смотрели Пиздец Надо посмотреть Города Застроены Многофункциональными Небоскребами Каждый из которых Сам является Полноценным Населенным Пунктом На одних Этажах Функционируют Заводы И фабрики На других Расположены Офисы Нашлось Место Для магазинов Центров Учебных Заведений Все это Помимо Непосредственно Жилых Площадей Люди Могут Вести Полноценную Жизнь Годами Не покидая Здание Такое Уже Есть Такое Есть Уже Уже Реально Существует Это Уже Не Пятидесятый Год Это То что Сейчас Да О Сингапур Там Наверное Тоже Пиздец Еще Жестче Чем Шанхай Ляс Сука Ну Че Так Как-то Мало Чем Отличается Того Что Сейчас Такое То же Самое Ничего Нового Ну Реально Нихера Не Изменилось Ре А А А А Ну К Подожди Нихуя Се Мумбаи Слушайте Ну У них Просто Как-то Светло Стало И Все Много Света И Все На Каких-то Непонятных Колесах Катаются Вот Хуйня Какая-то Ну Слушай Что ты Ты Охуел Просто Походу Так Что еще Интересно Можно увидеть Ну Ну В принципе Это Похуй Наверное Уже Лос-Анджелес Все Последнее Я уже Заебался А Ну Ладно 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 Достать Дождь С неба Засухи Раньше Были Регулярные Проблемы Для Калифорнии Ступление Глобального Вытепления Вовсе Грозило Региону Экономической Экологической Катастрофой Пока Не стало Слишком Поздно Помощь Пришли Архитекторы Предложившие Долгосрочный Национный Проект Башни Способные Что Генерировать Дождевые Снеговые Облака Они Строятся Вдоль Побережья Тихого Океана И по форме Напоминает Пальма Верхний Уровень Каждой Башни Представляет Из себя Интеллектуальное Инженерное Сооружение Определяющее Количество И периодичность Залпов Химических Реагентов Для манипуляции Облаками Ага Ну Нихуя Се Нормально Нормально Так Ну Ну Ка Ну Ка Ну Ка Ну Ка Ну Ка Вот Николаев Блять Он в сороковом Году Ну Здесь Ну Понятно Короче Тут нихуя Одна новость Только Блять Отлично Спустя 50 лет Застоит 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 Началось 30 Что А А А А 2030 Это собственно говоря Вот то что Ближе всего К нам То что Мы реально С вами Увидим Че Блять Вот это Вот Купол Окей Верим О Окей Интересный сайт Скобочка Хуета Какая-то Неинтересная Санкт-Петербург Субтитры сделал DimaTorzok